Как ты думаешь, вот какой из этих путей он более... И оправданный, и более правильный, наверное? Не тот, не другой. А какой тогда? Это не волшебная палочка. CFB работает, но с точки зрения прецедента, это хороший процесс, вариант. А что дальше с этой аферты делать, ты знаешь? Вот они главные бумаги. Так этот договор откуда берется? С воздуха, что ли? Акцепт, конклюдентные действия. Проходит месяц, и письмо возвращается тебе обратно. А кто отказался? Где роспись-то? Чему крест-то стоит? Кто отказался? А вот когда подал в суд на управляющую компанию... ДСВЖР отказался принимать. То произошло какое-то чудо. Я заплатил за услугу, будьте добры, вручите. Он говорит, возьмите обратно. Я говорю, в смысле, обратно? Делайте повторную доставку. А у меня доказательства отправки есть, это опись. Я не отказывался получать, я хотел выяснить обстоятельства. Он забрал и уехал. Он руки в ноги, в машину и все. И нету. Что делать в таких случаях? Не знаю, подскажи. Ну вот, наконец-то, я ждал этого ответа. Благодарствую. Конклюдентные действия, они заключаются не только в действии, но и без действий. А дальше ты можешь все эти 100 оферт объединить в одной. Составлять иск, ущерб, неустойка. Счетчик выполненных работ. Это не оферты. Оферта делается один раз. Ты таким иском поставишь суд в неловкое положение. Ты можешь там и триллион рублей выставить. Он уже создал такой прецедент. И такие иски принимаются. То есть, есть прецедент. Проще от тебя отстать, чем обанкротиться. Кто к нам с мечом придет, тут от меча и погибнет. Протокол общего собрания на двух листах. Которое абсолютно не соответствует законодательству. Ты знаешь, что такое генератор случайных чисел? Ну, да. Ну, вот это наши суды. Они же пришли тебе не свет выключать. Они пришли тебе с вопросом. Вы когда проснетесь? Вы когда встанете и скажете, хватит? Привет, Сирас. Смотри, вкратце расскажу сейчас ситуацию. Уже год являясь собственником новостройки. Год не плачу. Никакие попрошайки не оплачивал. Ни разу не акцессировала, получается. Никаких договоров не подписывала. И вот буквально недавно управляшка прислала по электронной почте мне судебную претензию. Что там бла-бла-бла. В общем, вы должны мы подать им суд. Если там до 15-го, вы там не оплатите. Я вот чего подумала. Просто как бы на основании всей информации у меня в голове, да, что, может быть, первый вариант будет все-таки, может быть, подписать договор с соответствующей подписью АЦ, там, бай-подпись АФ, и как бы не платить дальше. Либо второй вариант – это вообще ничего не подписывать, а выкинуть, выставить им, ну, так скажем, претензию, может быть, досудебную уже претензию, да, где вот там предоставить документы такие-таки-таки по полной, вообще по полной программе, там, из 60 пунктов, да, с указанием на их косяки, что они вообще как бы жулики, мошенники. И в виде аферции это предоставить, что либо вы предоставляете такого-такого числа, там, в случае предоставления, в ситуации никаких долгов нету. Вот я просто хотела твое мнение услышать. Как ты думаешь, вот какой из этих путей он более и оправданный, и более правильный, наверное? Не тот, не другой. А какой тогда? Ну, я не то, что прям последуй советы, я просто послушаю, что ты скажешь. Значит, первый вариант, а что там, напомни? Ну, новостройка. Нет, первый вариант такой. А, первый вариант, что подписать договор с ними, которые у них преклонны, да, и поставить подпись ответствующую. Стой, 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 остановись. Не советую так делать, потому что это еще никто не проверял на практике. Если какой-то пропорцион, пожалуйста, вперед из песни. Вот только как это сработает, и как ты потом в суде будешь расшифровывать это все, и доказывать, что это под принуждением сделано, и что эта сделка является недействительным. С точки зрения прецедента, подожди, как звать? Акатя. Екатерина, давай договоримся. Если я говорю, ты молчишь. Не угу, не ага, не хорошо, не я тебя слышу. Молчок и все. Не звука. Потому что это, если пойдет в интернет, я потом заколебаюсь вырезать вот эти все угукани и гакани. Когда ты говоришь один раз угу или просто буковку А, все, что я говорил за секунду до этого и две секунды после этого, сглушится автоматически. Поэтому никаких угу, ага, и т.д., и т.п. Я по интонации научился распознавать, когда я закончил говорить. По поводу первого варианта. С точки зрения прецедента, да, хороший вариант. Можно создать прецедент, написать так, а потом в суде взять и доказать, и добиться, чтобы признали, что сделка совершена под принуждением. Соответственно, тебе, скорее всего, придется подавать встречный иск, либо отдельный иск с требованием признать данный договор недействительным. Ну, и там ссылаться на статьи Гражданского кодекса, что все, что сделано по обману или под принуждением, является юридически ничтожным. Такая сделка должна быть признана недействительной. Но это все нужно добиться. Это не волшебная палочка. ТФБА работает, но в других случаях. Я это все проверяю сам, и другие люди тоже проверяют. И пока проверяют только в определенных областях. Информация стекается, тестируем, да, но в плане управляшки договора еще никто не тестировал. А если ты даже это там напишешь, то тебе потом в любом случае придется через суд это все доказывать. И, возможно, там несколько процессов, да еще и до Верховного суда может все дойти. То есть, с точки зрения прецедента, это хороший процесс, вариант. Но с точки зрения защититься от их нападков, это не очень хороший вариант. Второй вариант у тебя там им выставить оферту, да? Вот, оферту, ну да, хорошо, выставишь ты оферту. А что дальше с этой оферты делать, ты знаешь? В договоре в самом, вот в ДДУ, по-моему, в ДДУ, а, в ДДУ, в договоре, который вот на управление они подписывают со всеми, там есть такой пунктик, что, я не помню, как дословно, но что обязательства мои, ну, в общем, если я кому-то продам, допустим, эту квартиру, да, то в момент перехода права собственности они уже ко мне никаких претензий по договору не будут иметь, а договора самого, получается, не будет. И? Ну, соответственно, если даже они подойдут какой-то иск, они должны будут предоставить договор, потому что в этом пункте прям прописано на основании договора. Ничего не понял. Так, сейчас я попробую, подожди, найти. Ты же сказала, что у тебя нет с ними никаких договоров. Нету. Ну, а почему ты ссылаешься на договор, который еще не заключен? Нет, подожди, ты другое спросил, что если выставлять оферту. Правильно? Я выставляю оферту. Соответственно, они мне не предоставят все эти документы. Соответственно, я прекращаю с ними обязательства, пока они мне их не предоставят. Соответственно, в случае, если вдруг я, например, завтра захочу вот эту квартиру продать, то они ко мне не будут иметь вообще, в принципе, никаких прав и требований. Потому что в договоре прописан этот пункт, что при смене собственника, передаче прав третьему лицу, со мной все отношения как бы заканчиваются. Подожди, 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 в каком этом договоре? Причем тут договор доверительного управления имуществом, правильно? Как тот договор обычный, который управляющие со всеми подписывают. Ну, а при чем тут этот договор и твоя оферта? Ты что-то все вместе слепляешь. Так они могут подать в суд только на основании договора заключенного. А договора нет. Нет. При чем тут договор? Не на основании договора, а на основании протокола общего собрания. И решения собственников, и решения о выборе управляющей компании. И на основании утвержденного проекта договора. Вот они главные бумаги. А не то, что ДДУ там какой-то ты называешь. Нет, это не ДДУ. Это именно договор между управляющими и собственниками, который они всем подписывают. Там вот есть как бы вот эти все условия. Так этот договор откуда берется? С воздуха, что ли? Ну, он, да, получается, подкреплен к решению, к протоколу, ко всему приложению. Вот это первичные есть документы. Их истребуют в первую очередь. Удастся верить, что они имеют полномочия вообще действовать от имени собственников. Ясно. А вообще, в принципе, вот если оферту выставить, то они не предоставляют документы. И как бы все. Дело глохнет, получается. Правильно? Ну, это у тебя глохнет в твоем осознании. Поэтому я тебя спрашиваю, вот ты выставишь оферту, а дальше что делать? Ну, дальше, например, можно при непредоставлении с этой оферты пойти уже в суд. На основании суда, на основании этой оферты доказывать, что вот, как бы, мои права, они... Мое право, они не... как сказать... В общем, они не предоставили документы. Соответственно, вот есть условия, которые они приняли на основании этой оферты. Соответственно, ко мне никаких претензий быть не может. И ведь так не пройдет. Ну, ясно. Я просто слышу, что ты понятия не имеешь, что такое оферта, и как с ней трудиться надо по этому варианту. Ты даже ни разу не произнесла слово «акцепт», «конклюдентные действия». Такие слова-то в боковом? Да, это понятно, что они не акцептируют, потому что они не признают... Они акцептируют подписью, потому что я пропишу там, что акцепт там будет читаться. Получение, момент получения и поставление подписи на офисе, на уведомление о получении. Хорошо, ты собираешься отправить с заказным письмом, ценным письмом, с уведомлением, да? Да, совершенно верно. Так, хорошо. Вот ты все это прописала там, условия акцепта прописала, отправила. Дальше тебе выдали трек-номер на чеке. Ты отслеживаешь этот трек-номер, день прошел, ну там это два дня прошло, письмо идет еще, на третий день оно пришло туда на почту к ним в пределах города, все, оно на почте. Проходит неделя, оно на почте. Проходит две недели, оно на почте. Проходит месяц, и письмо возвращается к тебе обратно. Ты счастлива? Есть второй вариант. У Почты России есть такая услуга, она не дешевая, но ты заказываешь курьера, и курьер с описью, с уведомлением, едет лично, отдает в руки, там человек это расписывает, выбирает письмо, и он возвращается к тебе с документами. Нисколько стоит такая услуга? Вот на сайте официальные данные от Почты России от 310 рублей, а там, я так понимаю, они как-то рассчитывают это сами. Но это получается уже вот наверняка, что в этот же день, там, в течение часа, допустим, если ты где-то рядом находишься, они все получат. Ага, это в теории. А я теперь тебе рассказываю на практике, почему я и тестирую все на практике. Я уже так делал многократно. И так называемые суды, и во всякие различные инстанции, короче, много куда чего отправлял. А вот когда подал в суд на управляющую компанию, то произошло какое-то чудо. Я вдруг, ну, то есть я отправил этот иск, сначала же этому ответчику отправляется иск, да, а потом в суд. Вот, я это сделал. Через неделю где-то, когда я уже думал, что все там это, и ответчику все вручено, и этому, и в суд дело дошло, у моего подъезда появляется какой-то этот мальчик с синим пакетом ЕМС, и показывает мне его. А там такой крест на адресе получателя, синий ручкой крест стоит. И он мне говорит, а они, говорят, отказались получать. Я говорю, в смысле, отказались? Он говорит, возьмите обратно. Я говорю, в смысле, обратно? Я говорю, а где письменный отказ? Я говорю, где доказательство, что они отказались? Я говорю, почему? Я тут же пробил номер этого отслеживания, какие статусы движения у этого конверта. То есть они не захотели вот этот иск принимать. Они всячески пытаются ставить колеса. Но они, я не знаю, зачем они такое сделали. Дело в том, что для суда без разницы. Получили они, не получили, отказались, не отказались. То есть мое дело, доказать, что я отправил. А у меня доказательство, отправки есть. Это опись. Все. То ли они решили поиздеваться так. Вот как раз на мой день рождения, 4 марта, этот мальчик появился. Они решили проверить тоже свои варианты, видимо. Ну, не знаю. Наверное, хотели, чтобы я вышел из себя или скандал какой-то устроил прямо на улице. Дело в том, что он, я не знаю, как волшебство волшебной палочки. Как только я подошел к подъезду, сразу он пришел. Но совпадений не бывает. Я не знаю, почему отказались. Да. А почему? Я же заплатил за услугу. Не, ну, мы отправили, но не знаю, они отказались внимательно. Ну и что делать? А мне тоже это письмо не надо. Ну, в любом случае, вон, вам оно возвращается. Я не знаю, почему отказались. Я же доставлял его. Слышишь? Ну, может, этот... ДСВЖР отказался принимать. Кого? Иск, исковое заявление о незаконном отключении электричества. А почему? Не знаю. А может поэтому... Вы с ними разговаривали? Нет. А кто? Может, почему это... Фамилия... Может, что не указано было. Почему? Я им всегда так отправляю? Всегда принимали? Не знаю. А это... Телефоны вашего начальства есть? У кого можно уточнить? Я заплатил за услугу. Будьте добры, вручите. Но они отказываются принимать? Письменный отказ от них. Конечно. Письменный отказ. Ну, отказ. Письменный отказ от них. Где? Не, чтоб они бумагу дали. Да, как я в суде буду доказывать, что они отказались принимать? Ну, вот то, что есть. Ну, я говорю, дайте мне телефон вашего начальства. Мне нужны письменные подтверждения для суда, что они отказались принимать. Дай этот... Номер. Записывайте. А, пишу. Что там? 8-800. Ну, пускай пока у вас будет. Я не знаю. Делайте повторную доставку. Мы повторную не сможем это сделать. Почему? Ну, потому что тут уже отказ, и она возвращается. А кто отказался? Где роспись-то? Чему крест-то стоит? Кто отказался? Компания. Это я откуда знаю. Ну, а я откуда знаю. Зачем мне вот это вот? Делайте повторную доставку. Мы ее не сможем повторно сделать. Почему? Вы отказываетесь принимать все? Женя. Она уйдет в утилизацию, это письмо из вас. Почему в утилизацию? Ну, потому что вы же отказываетесь на ваше письмо. Нет, извините меня. Я заплатил деньги. Вы собираетесь выкинуть мои деньги и это... Мне, мужчина... Я не знаю, почему они отказываются. Это какую-нибудь претензию? Мы доставили... Подождите, пожалуйста. Сейчас это позвоню, узнаю почему. А вы сотрудник, да, МС? Я просто доставлю. Ну. Я не один по всему городу. Что-то это потерялся телефон. 8800, еще раз покажи. Узнавай. Ну, понял. Кто такой? Они подарок решили на день рождения сделать. А как они? Я что-то не понимаю. В смысле, они отказали? Ну, видел, крестик, крестик поставили и все, типа. Ни росписи, ни подписи, ничего. Говорит, мы, говорит, утилизируем это сообщение. Я не отказывался получать. Я хотел выяснить обстоятельства. Он забрал и уехал. До свидания. Кто это? Кто этот? Мастер ЖУ2-то это? С бородой-то. Вот ему это видео отправить. Пускай посмотрит. На YouTube привет. Я, этот, просматривал ваши видосы. Ладно, вы меня извините. Вам там побольше подписчиков. Лайк. И я нибудь говорю, что ты че вручаешь? Он говорит, получите. Я говорю, что ты вручаешь? Иди обратно доставляй, делай повторную попытку. Он говорит, нет, они отказались. Я говорю, ну и что, что отказались, сделаю еще раз. Он говорит, вы отказываетесь получать? Я говорю, нет, я не отказываюсь. Я тебе говорю, что делать надо? Давай, говорю, телефон руководства. Он говорит 8-800. Я говорю, ну давай, сейчас позвоню. Начинаю звонить в 8800. Он руки в ноги и в машину, и все, и нет его. Понятно, все сговоры, в общем. Ну, либо это какой-то подставной взял машину у кого-то, похожую на АМС, и приехал с этим конвертом поиздеваться, типа, бери это, возьми обратно. Ну, короче, он этот конверт взял и уехал, пока я звонил в 8800. Слушай, у меня там еще одна такая история была, что я где-то, наверное, полгода назад, может быть, месяцев 7 назад, отправляла заявление, требование о запрете использования моих персональных данных и выкатила как бы неустойку, если они как бы не выполнят эти мои условия. Они мне периодически названивают, пишут, то есть, в принципе, можно как бы еще, мне кажется, в этом плане им там как-то, например, пригрозить или, может быть, тоже требование какое-то написать. Подожди, ты уходишь в сторону. Давай конкретно по этой ситуации. Когда ты отправляешь им ценное письмо, а они его просто не получают, либо заворачивают, вот такого мальчика присылают. Что делать в таких случаях? Что делать? Ну, может быть, третий вариант – это лично приехать и через секретаря все документы передать? Ну, если ты не в курсе, у нас все управляющие компании в городе, не знаю, как у вас, а у нас все управляющие компании в городе закрылись, как и суды, как и приставы. То есть, обыкновенная ОООшка решила, что у них там какой-то коронакризис случился на территории их здания. И они все личные приемы, и дальше двери входные не пускают никого. Ну, не знаю, вот из всех вариантов, мне кажется, вот второй отправить там, заплатить курьером, чтобы он сразу пришел, отдал, а не расписались и уехал. То есть, как бы, это же почта России поедет, это не посторонний какой-то человек. Слушай, я тебе только что рассказал, мальчик, и приехал обратно с таким конвертом. Я заплатил деньги. Я ему тоже поясняю, говорю, ты что, говорю, мне обратно пытаешься вручить? Я говорю, я деньги заплатил, услуга оказана некачественно. Я говорю, давай мне деньги, говорю, либо это, либо иди конверт обратно, опять доставляй. Хорошо. Твоя точка зрения на все это, чтобы вот, ну, как, нельзя так говорить, чтобы ты сделал, да, но вот все равно спрошу, чтобы ты сделал. Так это понятно, что я все равно, я все расскажу. Я хочу, чтобы ты точно сказала, что ты не знаешь и не стеснялась этого. Ты знаешь, я не знаю, какой вариант выбрать, потому что у меня очень много вот этих вот каких-то мыслей, знаешь, и эту претензию, и сверху, может быть, другой еще претензии как-то навалиться, и закидать их бумажками, а может быть, вообще в договоре подпись поставить. Я запуталась вообще. Екатерин, давай без пулеметов гатлинга. Вот ты его где достала, вот открой шкафчик и обратно его туда положи, пускай он там полежит. Если я задал вопрос короткий, то короткие ответы ожидаю. Да, нет, не знаю. Отвечаю в данной ситуации, не знаю, как быть, поэтому звоню. Поэтому звоню. Лишняя фраза. Хорошо. Просто не знаю. Ну, гатлинг, он и сразу, конечно, останавливается. Так, особенно шкаф не убирается. Так. Чего делать в такой ситуации? Все очень просто. В своей аферте прописываешь акцепт, условия акцепта и конклюдентных действий, в перечень которых входит неполучение или оставление на почте данного письма с таким-то трек-номером. Логично? Ясно. Да, да, вполне. Это будет считаться акцептом. То есть, принятие конклюдентных действий, они заключаются не только в действии, но и в бездействии. И ты вот эти бездействия прописываешь именно в условиях акцепта. Все. Так просто. Да. И никаких мальчиков. То есть, можно, в принципе, отправить тогда обычным письмом. Ой, не обычным этим, господи. Ну, не скорым, а вообще как бы обычным по времени, имею в виду, но с уведомлением и с описью. Да. Ясно. А самый главный вопрос. Тут разобрались. Ты, допустим, вот написала супер-пупер-оферту со всеми там условиями акцепта, действий и бездействий конклюдентных. А дальше что? Вот они, допустим, это, ну, акцептовали, неважно как, получили, не получили, условия акцепта настала. Акцептовали. Ты это можешь доказать в суде, что они акцептовали на бумагах, там, с словами, записи звонков, видео, все остальное. Дальше ты что делать? Ну, все, как бы, получается сделка. Вообще, по идее, мне кажется, надо получить у них какую-то бумажку, что они там претензий не имеют. Ну, они напишут отписку через месяц, ты еще месяц потеряла. А за этот месяц могут 30 раз прийти, отключить свет или газ там, или еще что-нибудь. А, слушай, я бы, наверное, запульнула бы, наверное, еще вторую оферту, ссылаясь на первую, что, вот, как бы, имеете в виду, что, ну, у нас нет с вами никаких договоренностей, я вам ничего не должна. Да, и плюс еще уведомила, что в случае, там, отключения предусматриваются такие-таки статьи. Вот как вот у тебя был случай, да? Подожди, подожди, давай по тебе, у меня много случаев, у меня, это, давай по тебе, вот по этой оферте. Ты говоришь, у тебя уже всплыла какая-то вторая оферта на основании первой оферты. Таким образом, у тебя там, я предполагаю, что могут всплыть и третья, и четвертая, и десятая, и сотая оферты. Это потеря времени. Что с первой, ты можешь все эти сто оферты объединить в одной, в одну им выслать. Что с этой оферты делать, с первоначальной, после акцентрации? Закрепить, нет? Чем, закрепителем? Ну, каким-то, я не знаю, соглашением, не соглашением, это бред, конечно. На Алиэкспресс начали продавать закрепители ее оферты? В жидком виде? Не знаю, подскажи. Ну вот, наконец-то, я ждал этого ответа, благодарствую. Едем дальше. Научись отвечать правду по ситуации, ничего страшного, наоборот. Я вот не стесняюсь говорить, когда мне звонит народ, говорит, что там, как там делать, тут сделать, ты же знаешь, скажи. Я говорю, я не знаю. Не знаю. Нет, ну подождите, сначала нужно проверить, может быть, мысль придет. Ну вот, не пришла, я сказала, что не знаю. Тоже вариант. Но у меня этого времени нет, пока ты там подумаешь. Понимаю. Поэтому на данный момент, если не знаешь, то так и говори, не знаю. Или хотя бы скажи, я хочу подумать. Тогда я тебе начну наводящие вопросы задавать. Хорошо. Ну, так же лучше будет общение строиться. Так, делать что? Что делать, согласна? Я на все согласен. Давай дальше. Идем дальше. Хорошо. Просто согласна. С первой офертой, если они ее акцептовали, то дальше идет. Многие думают, что все, надо сразу бежать составлять иск и сразу по гражданскому иску, там, на основании оферты подавать в суд. Суд, скорее всего, такой иск завернет. Ну, там, по разным надуманным причинам. Плюс еще там есть опасные моменты в самой оферте. Ни в коем случае нельзя там указывать слова «ущерб», «неустойка». И всякие там указывают тронские унции, там, бибарики, доллары, там, евро и все остальное. Только бибарики. Билеты Банка России. А рубль? Ну, слово рубль можешь фигурировать? Рубль? Ну, он, на самом деле, как бы, ну, как сказать, вот это вот понятие рубль, оно даже подкреплено... О, дальше я тебе скажу, чем. Там даже какая-то... Можно написать рублей билетами Банка России. Ага. Все. А дальше такая оферта, ее нужно, как говорится, закрепить. Суд, скорее всего, иск по такой оферте завернет на основании, там, не было досудебного урегулирования или нет доказательств, что там какие-то условия акцепта сделаны и все такое. Соответственно, если есть оферта, а оферта – это устный договор или письменный договор, условием заключения является условие акцепта. Акцепта у тебя настал, ты его можешь доказать, он у тебя прописан в самом договоре, в письменном. Соответственно, чтобы это все закрепить, подготовиться к иску гражданскому, тебе нужно сделать, ну, на мой взгляд, элементарные вещи – составить акт выполненных работ. То есть тебе там поступил звонок от них, или они тебе постучали в дверь, или прислали какую-то фигню, или вывесили на двери какое-то объявление. То есть это все тоже нужно прописывать. То есть ты пишешь там, вывесили объявление на двери, это вот там стоит 10 тысяч рублей. Там прочтение, там слушать ваши звонки, там одна минута, там тоже 10 тысяч рублей. Принять на почте ваш любой документ и прочтение одной страницы стоит там тоже 10 тысяч рублей. И все-все-все вот это расписать. Вот после принятия акцепта начинается включаться вот этот, как сказать, счетчик выполненных работ. И ты, допустим, они там, допустим, совершили какие-то три действия любых, и ты по этим трем действиям, ну, можно и по одному, но лучше всего три. То есть вот эти три действия по трем действиям составляешь акт выполненных работ. Все, роспись там, два очевидца, росписи заверили, и им направляешь акты выполненных работ. И тут же досудебное требование. Согласно актам выполненных работ, я хочу, чтобы такая-то сумма, согласно актам выполненных работ, была перечислена на какую-то персону через АО «Почта России» в такой-то срок. В противном случае, данная сумма будет изыскана через суд по Гражданскому кодексу. Антон, точнее, это я должна уже после того, как они акцепсуют, то есть это каким-то новым документом им отослать, получается, вот эту новую аферту, да, что «я такая-такая-такая-то». Это не аферта. Аферта делается один раз. Дальше составляется акт выполненных работ и досудебные требования. И как только они его получат, пройдет, там, можешь три дня выставить в трехдневный срок. А они их получат с этого момента, там, получат, не получат, это тоже все не важно. Тоже прописываешь там вот эти, это, в первой аферте еще, в первом документе прописываешь все эти условия. Три дня проходит после досудебки вместе с актами. Не перечислили сумму, сходила на почту, нет ничего, нет ничего, все под видео записала. И гражданский иск в суд. Все. А дальше судебное разбирательство. Ну, то есть, в принципе, можно, как бы, написать сумму, которая будет превышать их долг, и, соответственно, они, ну, как бы, поймут, что им это вообще уже невыгодно будет даже связываться дальше. Ну, я так и думаю, что там не глупые люди сидят и понимают, к чему это все приведет. Ну, конечно. Если, понимаешь, ты таким иском поставишь суд в это, в неловкое положение. Либо, там два варианта, либо они удовлетворяют твой иск и принимают производство, а такие прецеденты уже есть. То есть, ты можешь там и триллион рублей выставить по актам выполненных работ. То есть, за каждый звонок там миллиард, за каждое прочтение миллиард. И у тебя там, допустим, триллион набежал, а ты вот гражданский иск, акт выполненных работ плюс досудебка на триллионы рублей. А иск загоняешь на триллионы рублей. При этом тебе госпошлины всего надо заплатить там 300 рублей. Потому что Андрей из Перми, этот канал «Товарищ Сталин 2.0», он уже создал такой прецедент. У него приняли иск на 20 миллионов рублей, как ФССР, и он при этом заплатил всего лишь 300 рублей. И такие иски принимаются. То есть, есть прецедент. А раз есть прецедент, то и у тебя обязаны принять. На самом деле, у меня нет такой задачи, какие-то деньги. Мне не нужны их деньги. Я хочу просто, чтобы они от меня отстали. А они не отстанут, пока они не поймут, что проще от тебя отстать, чем обанкротиться. Ну, понятно, да. Вот это и есть. Самозащита называется методом грамотного использования закона. Вспомни, что Невский сказал. Вот ты сейчас меня в пупик поставил вообще. Ха-ха-ха, нормально, в голове. Я сейчас про иски спросу. Ты отдыхал, а вспомни, кто-то сказал что-то. Да, на поле оферты, актов выполненных работ до судебных требований, вдруг появился Невский. И что ты должен сказать? Да. Так вот, Александр Невский сказал, насколько нам известно. Он сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Да. Вот они с иском приходят, вот им надо такой же иск. Они же, по сути, оферты присылают. Вот эти все попрошайки, которые они запихивают в почтовые ящики. Это, по сути, оферты, потому что она никем не подписана, и печати главбуха или директора там нет. Да, это знаю. Даже знаю, как это доказать. Это все знают. А что делать с этим? Как обратно развернуть ситуацию, мало кто знает. Так вот, Андрей нашел такой путь. Но это, я тебе говорю, это все равно первый этап только дойти до иска в суд, чтобы его приняли, и все, начали судебное разбирательство. Второй этап, и он очень большой. Это вот вплоть до Верховного суда, там, конституционного и ЕСПЧ, короче, добиться именно выплаты. Потому что у тебя есть шикарный вариант, это создать вот прецедент. Почему Андрей это озвучил, что это прецедент именно для системы. Потому что если они принять в любом случае должны, потому что уже есть прецедент принятия. А вот дальше что они, какое решение вынесут? Если в твою пользу, замечательно, у тебя будут все основания прийти к исполнительным судебным приставам с решением суда и сказать, давайте, взыскивайте с них. Делайте, что хотите, пускай перечисляют какие-то сроки. А если, у меня же видео даже есть по этому поводу, я уже снимал это, называется «Два кома за денег у подъезда». Даже досмотрела. А, соответственно, а если наоборот, они откажут, то есть они вдруг посчитают, что оферта, ну, как бы, недействительна, да, вот это вот все. И это, типа, не канает. Тогда, получается, все оферты, которые когда-либо в рефе были созданы, они, ну, не являются действительными. Ну, подставят сами себя, да. Ну, в чем проблема? Время есть, ресурсы есть, вперед из песни. Тестируй, снимай видео, еще YouTube-канал открой, и это, получай доход от таких видео. Ну, нет, это не мое. Это не мое. Я люблю тихо и спокойно жить. Вот они таких очень любят, которые тихо-тихо-тихо, им что только не делают, и свет отключают, и газ отключают, и звонками, и кого-то там и на улице подстерегают. Ну, что только не делают, а народ все тихо и тихо, и тихо, и тихо. Слушай, они ко мне уже приходили тут отключать свет. Ну, они говорят, вы же как, да, они же пришли к тебе не свет выключать, они пришли к тебе с вопросом, вы когда проснетесь? Вы когда встанете и скажете, хватит? А вы еще тихо. Ну, так вот я им ответила, и они больше не приходят. Не приходят. Сейчас они куковицу еще раз придут. Это же называется разведка боем. Ну, да. Ну, Антон, спасибо большое за мнение твое, прям очень помог мне. Сейчас буду немножко переписывать тут мою оферту, вносить новые данные. И, наверное, нужно еще Андрея пересмотреть. Вот ты говоришь, что он прецедент этот создал. Надо найти видео, тоже посмотреть, как там было. Да, а еще параллельно я тебе советую истребовать именно из управляющих компаний все решения собственников за все года и все протоколы общего собрания за все года. Это самые главные бумаги. Слушай, а ты вообще вот надбираешься в оформлении протоколов, если сейчас вопрос тебе заран? Ну, примерно, да, после того, как я через суд случайным образом удалось получить. Ну, как случайным образом? Они же подали в суд. Сначала мировой приказ, я его отменил. Потом в тот же мировой исковое заявление загнали. Так я им сразу ходатайство, Амельченко в этой черной мантии, воле заявления. Я хочу, чтобы вы сами истребовали из управляющих компаний документы, подтверждающие их полномочия вообще, что они имеют право что-то требовать. И она сделала такой запрос. И они взяли и предоставили протокол общего собрания на двух листах, который абсолютно не соответствует законодательству. То есть, по факту у них нет никаких полномочий. Вот у меня вопрос, смотри, по оформлению. В протоколе обязательно ли должны прописаны быть все приложения, которые каким-либо образом касаются этого протокола? То есть, я имею в виду реестр, да, вот собственников участвующих. Либо в самом протоколе эти собственники должны списком быть прописаны. Потом приложение один и приложение само один. Факт в том, что если они и пропишут там какие-то приложения, то эти приложения должны быть предоставлены вместе с протоколом. То есть, это неотъемлемая часть этого протокола. Соответственно, выбранный там председатель, кто там выбирает счетная комиссия, там еще кто-то секретарь, они должны были при подсчете голосов и подписании протокола должны были еще расписаться, получается, как-то в приложении. То есть, каким образом это все визируется? Или они должны были просто увидеть, что как-то есть в приложении? Или это должно быть скреплено, быть там официально? Стой, стой, стой. Слишком много вопросов. У меня голова не выдерживает на твоих вопросах. Те ответы на твои вопросы находятся в одном видео. Называется «Уголовная компания ДЭСВЖР». Там рассматриваются протоколы управляющей компанией ДЭСВЖР. Ага, так, компания ДЭСВЖР. Уголовная компания ДЭСВЖР. Угу, посмотрю. А еще видео советую. Золотой ключ от ЖКХ, что ли? Да, золотой ключ от ЖКХ. Мне как-то я его смотрела, да. Там три видео, там то же самое. Там исковое заявление их не в мировой суд рассматриваются. Хорошо. Так, ну, у меня сейчас все ясно стало. Как-то у меня какая-то прям каша была в голове. Я не понимала, куда что-то сделать. Вы привыкли свой пулемет гатлинга вращать? А разговаривать нужно коротко и ясно. Один раз сказал одно слово, и сразу ясно стало. А еще подскажи, какая ситуация в судах? Никто тебе не говорил, как там вот стоят дела? Ну, за последние там два-три месяца. В смысле, как дела? Ну, как-то верствуют судьи, там, не знаю, дела как-то возвращают там или еще что-то. Даже бывает, как-то у них наплывание, аж какие-то приказы сверху поступают. Ты знаешь, что такое генератор случайных чисел? Ну, да. Ну, вот это наши суды. Угу, понятно. Чем больше тыкаешь, тем больше вероятность, что получишь ту цифру, которая тебе необходима. Ясно. Как сказала мне одна из секретарш нашего сургутского городского суда, говорит, звоните, долбите. Прям долбите. Ну, а 184, если трубку не возьмут, что мне делать? Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? Прям долбить. Ну, в этом есть правда, да. Когда тебе что-то нужно, ты идешь, долбишь, и это получаешь. Не точно, а прям. Ну, надо грамотно это все делать. Коротко и ясно. Так, ну все тогда. Не буду тебя больше отвлекать. Спасибо тебе большое. Даю тебе на размещение разговора. Да, конечно. Если это кому-то поможет, я думаю, ты поможешь. Мне постоянно раза 3-4 в неделю с такими же вопросами звонят. Отлично. Все. Ну, если выложишь, переслушаю еще раз. Может быть, что-то новое услышу. Конечно. Я всем советую. Вот все, что вы сами со мной наговорили, переслушивайте. Потому что я вот когда... Я, во-первых, при монтаже... То есть мне нужно сначала подготовить файлы для монтажа, обработать их специальным образом. Я вынужден все это слушать по второму, по третьему, по пятому разу. Потом я начинаю монтировать. Там вообще, там, может, я и по 40 могу раз переслушать все. И потом еще, если видео интересное получается, я еще субтитры делаю на русском языке. То есть еще по 40 раз примерно переслушаю. И вот представь, сколько я информации из одного разговора черпаю. А я, допустим, 80 раз переслушал и 80 раз услышал информацию. А человек только один раз со мной поговорил, и до него дошла только одна 80-я из нашего разговора. Это правда, да. Вот отсюда все мои знания получаются. Ну, большая часть. Потому что я постоянно все переслушиваю и постоянно что-то новое слышу даже в своих словах. Ясно. Ладно, благодарю. Благодарю. До связи. Да. До хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин